Всем привет гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать как сделать натуральный регулятор или стимулятор роста своими руками из подручных растений. Настой, который мы сделаем, будет полезен огурцам, помидорам, перцу, кабачкам, цветам и другим овощным и садовым культурам. При регулярном применении этого настоя, например на огурцах, они будут менее подвержены болезням, улучшится их стрессоустойчивость, улучшится рост и увеличится урожайность. Для приготовления нам понадобится энное количество воды, я взял 3 литра, вы можете взять хоть 5 хоть 10 в зависимости от того сколько вам нужно получить настоя для опрыскивания. Первый наш главный ингредиент это листья подорожника. Многие из вас наверняка знают, что подорожник это лечебное растение, в нем присутствует множество аминокислот и витаминов, которые благоприятно сказываются не только на человеке, но и на растениях. Он также есть в составе некоторых магазинных стимуляторов роста, на 3 литра воды я беру вот такое количество, чтобы заполнить весь объем воды. Нарезаю и размельчаю как можно мельче. Также можно нарезать цветоносы. Дальше нам понадобится второй ингредиент, это хвойные свежие иголки. На 3 литра беру вот столько и тоже мелко нарезаю. Подойдут любые, и кедра, и пихты, и можжевельника, и сосны, можно нарезать микс. Они тоже богаты всякими веществами, которые обеспечивают стрессоустойчивость и активизацию внутриклеточных процессов. Также их запах может отпугивать вредителей. Хвоя также присутствует в составе некоторых магазинных стимуляторов роста. Ну вот я все измельчил, теперь нужно оставить настаиваться на сутки. Спустя сутки получившийся настой нужно процедить. Как вы видите настой получился светло-желто-коричневого цвета. Дальше можно еще добавить, если у кого есть под рукой, водоросли хлорелы. Может кто их выращивает, либо можно просто добавить воду, которая зацвела. На такой объем я добавлю 1 стаканчик. Ну вот и все, вот такой стимулятор рост у нас получился. Этим настойом можно опрыскивать все овощные, садовые и цветочные культуры. Для лучшего эффекта такое опрыскивание нужно делать каждую неделю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, понравился вам такой рецепт или нет. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео.